добрый день в очередной раз сегодня выехали на стрельбище мы находимся в харькове стрельбище safari arms украина ну и хотел сделать небольшой обзор по одной из своих винтовок в общем захотел я приобрести очередную единицу оружия и захотелось чтобы это был именно полуавтоматический карабин что хотелось сразу начал выбрать а что же брать да ну первое однозначно не хотелось брать советское оружие хотелось что-то более высокотехнологичным ну и если мы говорим о высокотехнологичном наверное на сегодня наверное на сегодня это самые актуальные винтовки которые построены на платформе ар-15 очень кратко не вдаваясь в глубокие исторические детали да очень кратко в двух словах скажу эти винтовки были разработаны компании армалайт американской компании в 1963 году далее они лицензию продали на компании кольт и винтовка была поставлена на вооружение в соединенных штатах америки дать далее в странах нато это была винтовка м-16 она довольно долго стояла на вооружении и в 1994 году опять же на этой же базе был разработан автомат м-4 который отличался от винтовки м-16 тем что он был более наверное более модульный более короткий имел складной приклад имел съемную рукоятку более современное оружие я определился с выбором что буду себе брать именно гражданскую версию автомата м-4 выбирая из того что есть у нас на рынке я поставил верхнюю планку покупку покупать винтовку по цене не более 1300 1400 долларов и в данный диапазон попали три вида оружия первое это китайская китайского производителя винтовка на рынка сик ю ей и 2 американских винтовки дпмс оракул и мосберг ммр тактикал для меня я не спортсмен поэтому основное для меня было при выборе винтовки это ее скажем как для меня важна винтовка чтобы было более в стиле милитари для меня было важно чтобы я мог с этой винтовкой там где-то выехать на охоту не чистить ее может пару дней попасть под дождь и я должен не бояться что с ней что-то случится поэтому я хотел винтовку с хромированным стволом и патронником из этих трех которые я измучил дпмс оракул и мосберг ммр в принципе сразу отпали осталась винтовка на рынке в отношении на рынка тоже очень кратко скажу это круг одна из крупнейших корпораций наверное мировых корпорация китайская которая входит в китайский оборонный состав китайского оборонно-промышленного комплекса и винтовки об имеют большой опыт изготовления оружия именно на платформе арбитрации 15 у них с 1980 начала годов выпускалась винтовка именно версия винтовки м16 и в 2006 году они презентовали карабин который является версией винтовки м4 данное оружие зарекомендовало себя очень позитивно у гражданских стрелков именно гражданская версия в том числе на и у нас в украине уже более пяти лет используются стрелками и спортсменами в том числе в общем было принято решение было куплено именно такая винтовка далее когда я ее покупал я понимал что я буду делать определенный тюнинг с этим оружием повышать и я хотел рассказать что я сделал с этим с этой винтовкой первое что я заменил я заменил цевьё тут как бы вариантов было много очень модно нас ну скажем как с одной стороны модно с одной стороны удобно может для тех кто в спорте ставятся длинные цевья алюминиевые они есть разных ценовых диапазонах если это какие какое-то фирменное цевьё оно может стоить 200 300 500 долларов сша но есть китайские варианты ничуть не хуже при ну скажем как нельзя может оговорить неплохие которые справляются со своими задачами стоят около 65 долларов сша но для этого надо было либо срезать мушку либо снять газблок который вот здесь находится я не захотел этого делать поэтому я поставил вот такое цевьё полимерная магпул американской компании магпул оно меня полностью устраивает оно полностью выполняет те задачи которые мне нужно почему зачем вообще я менял цевьё ну честно скажу как бы визуально но больше нравится так но самое главное мне надо было поставить на рукоятку переноса огня родное цевьё это позволяла с проблемами сделать да и надо было поставить планку пикатинни на которую можно было укрепить тактический фонарь да поэтому поставлена цевьё от компании магпул поставлена рукоятка переноса огня от компании магпул и поставлен вот такой вот фонарь сейчас покажу вот тоже планка пикатинни от компании магпул кстати полимерная довольно легкая довольно прочная такой фонарь он быстросъемный он очень удобный легко снимается одевается сейчас покажу как вот как он включается во первых хват для меня очень удобно вот как раз под эргономику руки вот пальцем включается фонарь вот так выключается дальше следующее что я делал я заменил пистолетную рукоятку родная пистолетная рукоятка какая которая стояла но она такого вот такая военная скажем неудобная я поставил рукоятку компании эрго называется эта модель эрго шоу грипп на самом деле очень удобная очень эргономично хорошо ложится в руку резиновая текстура не скользит мне нравится те кто продает тюнинг и кто продает эти рукоятки это одно из лучших предложений на рынке для руку среднюю по размеру по размерам дальше данная винтовка в ней установлен военный усм он довольно жесткий непрогнозируемый для того чтобы удобнее было работать с оружием я сделал небольшие доработки с ударно-спусковым механизмом ставить новый усм я не стал да если бы я был спортсмен может быть мне это нужно было ну как бы под мои задачи такой необходимости не было я заменил пружины ударно-спускового механизма вот тут видно золотистые такие стоят три пружинки заменены после чего спуск стал гораздо более удобным прогнозируемым ну так для примера если в начале усилия спуска было четыре с половиной 4 7 килограмма то после данных доработок она стала где-то два с половиной килограмма следующее я заменил приклад родной приклад был несколько неудобен люфтил я поставил приклад от компании fab defense который в принципе как бы довольно простой но очень функциональный приклад называется jlr 16 он вообще практически не он очень туго сел на трубу практически не имеет люфта что в нем какие преимущества этого приклада ну первое он очень прочный он изготовлен из высокопрочного полимера которая который армирован стекловолокном приклад имеет вот так вот открывается затыльник сейчас покажу имеет отсеки герметичные для хранения двух батареек которые могут как раз подойти для фонарика очень такой агрессивный затыльник который не скользит практически на любой одежде приклад имеет несколько мест для для крепления ремня ну вот здесь и здесь вот здесь место для установки быстросъемной антабки а вот место для обычной штатной антабки ар-15 кроме того на приклад установил щеку которая опционально идет к этому же прикладу регулируемой щека что позволило четко идеально сделать идеальную вкладку в оружие и вывести удобно очень линию прицеливания я когда говорил о пистолетной рукоятке я упустил один нюанс она тоже имеет герметичный отсек для хранения куда можно использовать для хранения батарейки допустим для оптического прицела следующее на винтовку были был установлен оптический прицел переменной кратности невысокой кратности бюджетный прицел китайской фирмы но довольно качественный vision king с кратностью 1.25-5 прицел установлен на моноблок после установки прицела очень довольно неудобно было использовать штатную рукоятку взвода затвора сейчас покажу штатная как бы вот здесь вот имела вот такую же педальку неудобно было подлазить вот так пальцем потому что прицел как бы закреплен практически до края апера доходит поэтому я на штатную рукоятку поставил вот такую вот увеличенную защелку которая сейчас вот удобно можно даже больших перчатках в толстых перчатках удобно взводить затвор что еще было сделано ну было установлено такая такое устройство как называется battery assist device это увеличенный рычаг сброса затворной задержки я покажу как он работает когда у нас заканчивается боеприпас оружие становится на затворную задержку раньше надо было нажимать вот здесь кнопку снимать затворной задержки сейчас рычаг выведен чем оружие можно снимать затворной задержки указательным пальцем правой в принципе это все оружие очень удобно довольно тут а еще прошу прощения установил дульный тормоз компенсатор от компании от харьковской компании military equipment м е который довольно существенно как показала уже практика уменьшил отдачу и уменьшил подброс ствола ну что могу сказать оружие очень удобно очень эргономично в таком виде она выполняет полностью те задачи которые я для этого оружия как бы себя поставил как говорится оружие должно быть удобным должно быть точным и нравится владельцу для себя я эти задачи на сегодня выполнил и и и и